Друзья, здравствуйте! На календаре 10 августа мы начинаем очередной вебинар портала, нескольких порталов ПРИАН, да, у нас их становится все больше, но сейчас не об этом, не об этом образом. Меня зовут Филипп Березин, я главный редактор ПРИАН. Сегодня мы будем обстоятельно говорить об иммиграционных программах, об инвестиционно-иммиграционных. В центре внимания у нас будет программа Венгрии, но коснемся мы не только ее, просто потому что сейчас время такое, любую программу нужно обсуждать и в рамках текущей ситуации, и кроме того, относительно других программ, которые также работают или какие-то уже не работают. И, собственно, сегодня весь спектр этих вопросов мы осветим с экспертами компании Art & Capital. Я с удовольствием представляю вице-президента Art & Capital Ксению Грищенко. Ксения, здравствуйте! Здравствуйте, Филипп! Спасибо большое! Рада видеть всех! И иммиграционного эксперта Art & Capital Светлана Томпсон. Светлана, здравствуйте! Здравствуйте, Филипп! Тоже очень рада вас видеть и рада приветствовать всех зрителей, которые собрались сегодня на нашем вебинаре. Итак, чат работает, задавайте вопросы. Я сразу скажу, что у нас давно, то есть мы регулярно проводим вебинары, и вот та тема, которую мы заявили, она заранее вызвала большое количество вопросов и сомнений. То есть работает, не работает. Как именно, если вы из России? Как именно работает, если вы не из России? Продлевают, не продлевают? Ну, это было в основном касалось венгерской программы. Но мы, безусловно, об этом будем говорить много сегодня, но буквально несколько слов в начале. Я попрошу контакты компании Art & Capital сразу указать. Ксения, наверное, к вам вопрос. Несколько слов вообще о вас. Кто вы и что вы в иммиграционном поле? Статус, он очень-очень важен. Пожалуйста. Да, спасибо большое, Филипп. Мы пока не будем включать презентацию? Нет, я включу сразу ее. Вижу, да, включили. Да, это наша сегодняшняя тема. Будем говорить про разные иммиграционные программы с акцентом на Венгрию. Почему про разные? Потому что мы в целом стараемся всегда чуть шаг назад сделать и убедиться, что наши слушатели, наши клиенты имеют полное представление о всем меню, могут сравнивать с другими программами и однозначно понимать все плюсы и минусы и делать выбор осознанно. Что касается нашей компании Art & Capital, компания на рынке уже 16 лет. В прошлом году мы отмечали небольшой юбилей. Корни компания из Канады. У нас, как вы видите, более 15 офисов по всему миру, по-моему, даже уже 17. Это офисы на продукт. То есть мы были лицензированным агентом в Черногории. Если кто знает про эту паспортную программу, мы были одним из трех агентов. Естественно, там офис занимается еще заявками в работе. Естественно, мы авторизованы на Карибах во всех пяти странах. Также у нас офисы продуктовых в Португалии, на Кипре и в том числе и в Будапеште. И есть офисы, где рынки покупателей. Это хорошо мы представлены в Азии. Это два офиса в Китае. Офис в Сингапуре и Вьетнаме. Наш операционный офис в Дубае основной, где мы непосредственно находимся. Офис есть в Москве, офис есть в Стамбуле. Ну и так далее. Просто, чтобы вы понимали тоже, что компания крупная, международная. Очень много лет на рынке, на наших глазах многие программы зарождались, менялись, закрывались, потом опять открывались. И мы, конечно, уже много опыта получили. И можем как-то вот так в динамике анализировать всю иммиграционную историю таких программ. Окей. Давайте. Ну, я вот сейчас пролистаю пару кадров, которые показывают о том, показывают сферы вашей деятельности, в том числе и журналистика. Вы сдаете свой журнал. И несколько слов. Давайте остановимся на этом слайде. Понятно, еще раз повторю, что к нам вот сейчас тоже зрители подключаются. Мы говорим в первую очередь сегодня о Венгрии, но коснемся и других направлений. Несколько слов, пожалуйста, другие направления. Что это такое и вообще какое место Венгрия занимает, и венгерская программа занимает у всей палитры возможностей. Как вам это сейчас зрители? Спасибо за вопрос, Филипп. Смотрите, в целом мы можем разделять иммиграционную историю на два основных мотива. Первый мотив – это однозначный переезд. Это может быть по браку, по убеждениям, по любви, по работе и так далее. Либо это иммиграционный статус для, возможно, временной частичной релокации, который больше инвесторы и наши клиенты планируют использовать для расширения своих возможностей, так скажем. То есть мы понимаем, что многие иммиграционные статусы позволяют расширить свободу передвижения по миру, да, предлагая безвизовый доступ в Шенген или другие страны. Многие позволяют как-то с финансовыми институтами работать, сделать налоговое планирование, что-то планировать по социальным историям, родственников перевести в более лучший климат или какие-то социальные гарантии им предоставить. То есть здесь вопрос мотива. И исходя из этого, мы понимаем, что количество иммиграционных возможностей ограничено, и мы, естественно, больше всего концентрируемся на тех программах, которые не столько переезд подразумевают и радикальную смену образа жизни здесь сейчас, а которые позволяют как бы расширить горизонт планирования, да, но, тем не менее, не вынуждают к немедленным каким-то радикальным действиям. Потому что кто от завтра переезжает, обычно все это можно найти более простые основания и так далее. Мы больше концентрируемся на программах, которые вот как бы позволяют. Они чаще всего инвестиционные, естественно, потому что если нет, например, работодателя, там, справки с работой, особых заслуг, талантов, ну, что-то такое, да, что подходит под иммиграционные условия, то альтернативой этому всегда являются инвестиции. Инвестируйте в нашу страну, заводите капитал в страну, покупайте, и там уже кто на что гораст, кто в банды, кто в недвижимость, в общем, как многим, наверное, известно. Поэтому, если мы говорим про задачу, например, в Евросоюз иметь безвизовый выход, иметь там адрес, прописку, решать вопросы с банками, то в Евросоюзе иммиграционных программ осталось не так много. То есть всем известные Golden Visa, там, к примеру, Греция, Испания, Португалия, Кипр, Мальта, там, Латвия когда-то уже не работающая, они остаются, часть из них не работает с гражданами россиян, к сожалению, к примеру, Греция. В Португалии, многие слышали, сейчас планируют реформировать программу, поэтому там сейчас тоже грядут изменения, но, тем не менее, пока что она остается еще, эта программа у нас в пуле. Очень популярна на российском рынке программа Кипра. Все про это знают. Но Кипр имеет какую особенность? Он пока еще не вошел в Шенген, поэтому там чуть-чуть другой портрет клиента. Есть программы, помимо инвестиционных, финансово-независимых лиц. Тоже мы можем их посмотреть. Они, в принципе, работают для россиян, но что такое резидентство для финансово-независимого лица в Европе? Это при подтверждении пассивного дохода, где это требуется, либо остатка на счетах, инвестор может получить вид на жительство в этой стране и находиться, соответственно, законно пребывать. Что у меня в этом особенного? В основном все эти программы выдаются на один год, ВНЖ выдаются на один год. Если мы сравним с той же Венгрией, о которой мы впоследствии будем говорить, где финансовая независимость лица является тоже одним из критериев, подробнее об этом расскажем, то здесь основное, конечно, отличие – это срок. Плюс дальше, понятно, где-то требуется вроде как по договору аренды адрес пребывания в стране, мы подтверждаем, но чаще и чаще мы понимаем, даже Франция уже просит показать покупку и недвижимость собственности. Поэтому мы здесь, понятно, в таблице сложно рассмотреть, но это просто проиллюстрировать наш подход, что мы всегда стараемся дать все меню, чтобы было осознанное решение, и чтобы вы понимали, какие есть альтернативы. Я думаю, мы в конце к вот этой таблице еще вернемся. Кому интересно, просто, я думаю, вы можете просто прислать напрямую, связаться с Ксенией и эту презентацию тоже от компании Ergon Capital получить. Но вот Ирина, она сторопит, интересует Венгрию для россиян через покупку недвижимости, и был уже вопрос по накладным расходам, и этого мы, конечно, тоже коснемся. Давайте начнем тогда, может быть, с истории. Итак, программа, позволяющая получить вид на жительство в Венгрии. Что это, как это? Ксения, Светлана, кто начнет? Давайте про Венгрию уже Светлана. Сейчас нас погрузят, и в любом случае мы вместе на вопросы отвечаем. Мы вместе будем писать. Да, вопросы, пожалуйста, задавайте. Светлана, давайте тогда с самого начала о том, что это, как это, какие-то базовые моменты. Так, звук, 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 звук. Попробуем еще раз. Хорошо, прошу. Да, да, да. В Венгрии сейчас, ну, можно сказать, что сейчас, наверное, действительно прямо бум на это ВНЖ. В ВНЖ у нас среди наших клиентов очень много запросов, вопросов, заявок. И расскажу, наверное, по причинам, наверное, Ксения здесь уже сказала, да, что, во-первых, не так много опций. И есть определенные преимущества этого ВНЖ, о которых тоже расскажу. Если можно, включить вот как раз первый слайд нашей презентации, да, расскажу, что же это за ВНЖ, на основании чего его возможно получить. Это не какая-то официальная программа, да, как, например, такие другие страны, как, не знаю, Греция, Кипр, там, и так далее, да. Здесь ВНЖ получается на основании закона. Это закон номер 2 от 2007 года, в котором говорится о том, что граждане третьих стран имеют право на получение ВНЖ в Венгрии по определенным целям. Прописаны цели, там же, также там прописано есть на правительственном сайте такая сносочка, определенные условия и указаны как различные цели, дословно for other purposes, как определенные там дополнительные обстоятельства особого значения. Так вот, среди этих обстоятельств есть пункт, который интересует нас, по которому, в общем-то, мы работаем. Это покупка дорогостоящей недвижимости в Венгрии. Также скажу, что здесь основная работа по получению этого ВНЖ – это работа юристов. Потому что это не просто, скажем, собрать файл документа, да, на основании там каких-то определенных требований, да, как там по различным программам, да, есть там просто вот по списку собирай и все. Это здесь работа юриста заключается в том, чтобы правильно собрать этот файл, подготовить все документы, подготовить все формы и подать это так, чтобы заявитель получил свою карточку ВНЖ заветную и получил ее в тот срок, который мы указали, и на максимальный срок. Срок получения, срок действия ВНЖ – это 5 лет на основного заявителя сразу и 3 года на каждого зависимого члена семьи. Давайте тогда еще разочек подытожим. Значит, еще разочек. Это не программа «Золотая виза», а закон. Да. То есть история. Я могу здесь, ну, провести, наверное, некие параллели. Похожая история почти в Германии, там же тоже нет ВНЖ, но вот некие условия, которые нужно соблюсти, они прописываются. Следующий вопрос. То есть эта программа предполагает финансовую независимость, я правильно понял? Конечно, да, 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 конечно. Я просто не успела сказать, что да, здесь подается фактически. Мы к условиям сейчас перейдем. Да, мы к условиям сейчас перейдем. Ну, что здесь важно подытожить, как вы отметили и как Светлана рассказала, это не конкретная программа «Золотая виза», купите недвижимость, получите ВНЖ. Именно поэтому здесь важна работа юристов, которые путем пробы и ошибок многие годы, как у нас, у нашей компании «Офис Будапеште» был еще со времен работы предыдущей версии программы. И, соответственно, там юристы занимались обычными разными типами ВНЖ. Они тестировали, как можно работать с законом. И мы, заметив спрос и желая создать вот какой-то продукт, который будет похож на «Золотую визу», который будет, ну, как бы работать на нас, да, потому что здесь, ну, вот уже так, без купюр. Мы понимаем же, да, что когда это особенная программа «Золотая виза», на нее пристальное внимание. А когда это какие-то ВНЖ, здесь нет такого как давления того же Брюсселя, да, который, вы знаете, сейчас карибские программы сильно прессуют. Вот, то есть это все косвенные факторы, которые влияют. Поэтому здесь, а эта программа у нас и стоит дороже всех, потому что это уникально, можно сказать, ноу-хау. И мы поняли, разработали механизм, алгоритм, тот пакет документов, которые успешно работают, и одобрение, да, на 5 лет все клиенты по этим основаниям, по этому пакету документов получают ВНЖ на 5 лет основные. Вот тут как раз вопрос от Эллы, то есть это, ну, давайте так назовем, закон слэш-программа, 5 лет, это безальтернативный срок, он может быть меньше или больше. Я просто где-то слышу, что меньше цифра тоже возможна, и это как бы вопрос как раз. Смотрите, каждый тип ВНЖ, то есть основания, например, почему все ФНЛы, там, большинство, даются там на год, вот Греция, Digital, на два, это условно прописанные сроки. Но для данного, для файлов, поданных по данным вышеупомянутым основаниям, тоже более подробно мы legal opinion предоставим, чтобы люди могли посмотреть законы, выдается на 5 лет. Да, это прописано, меньший срок только для зависимых членов семьи. Окей, хорошо, давайте посмотрим дальше тогда, следующий слайд, ну, юридическое основание. Да, это мы уже проговорили, я тогда расскажу сейчас про преимущества данного ВНЖ, ну, самое главное преимущество, конечно, это как любой ВНЖ любой страны Евросоюза, да, это безвизовое перемещение по странам Шенгенского соглашения, и, как Ксения тоже говорила, да, это возможность открытия счетов за рубежом в европейских странах и так далее. Что касается именно ВНЖ Венгрии, да, то здесь преимущества, в общем-то, они неоспоримы, это на данный момент, это самое быстрое и самое простое оформление ВНЖ, здесь минимум проверок, минимум, минимальный пакет документов, и срок рассмотрения заявки составляет от одного до двух месяцев. Почему такой срок? Это зависит от того, как происходит подача. Здесь есть два варианта. Первый вариант подачи – это через получение визу Д, это можно оформить в консульстве той страны, в котором вы являетесь резидентом. Здесь виза Д получается где-то 3-4 недели, затем наш юрист собирает документы, подает на ВНЖ, это еще где-то в районе месяца. Сразу скажу, что в российском консульстве стали придираться к документам, затягивать сроки. Вместо одного месяца сроки увеличились очень-очень во много раз, поэтому через российское консульство мы сейчас не подаем документы, потому что, ну, как бы у нас есть руки, которые мы заявляем, да, и нам важен результат, поэтому нам не нужно рисковать самим, не нужно, скажем, ставить под какой-то там риск наших клиентов. Поэтому, если, скажем, у клиентов есть ВНЖ Турции, Эмиратов или какой-то другой страны, мы можем подать их через 100 консульства, либо, если есть шенгенская виза, то самое быстрое получение, это будет подача через Будапешт, это вообще занимает один месяц. Если даже у вас нет в Шенгене... Нужно въехать в Будапешт, ну, по Шенгену, там через, тут, как раз, вариантов довольно много, там через Армению, и потом уже там на месте происходит... Да, Филипп, это допустимо. То есть в данной программе биометрия сдается сразу при подаче. Если мы сдаем документы в посольстве или в консульстве, биометрия сразу берется. В принципе, виза D, которую клиент получает, виза D выдается на однократный въезд в Венгрию, она сроком одного года. То есть это не мульти-шенген. По ней можно не заезжать, как по другим программам, потому что есть похожие программы, где нужно по визе D заехать в страну, сдать биометрию. Здесь можно упустить этот шаг, и карточки приходят сразу нашим юристам. То есть процесс реально очень быстрый. И если, допустим, нет возможности податься в посольстве, ну нет ВНЖ другого, то проще всего сделать шенген, его сейчас делают более-менее, и поехать подать в Венгрии документы. Это будет, во-первых, быстрее, во-вторых, сразу можно недвижимость посмотреть, какие-то еще там, ну в целом осмотреться, оглядеться. И это будет достаточно, ну в принципе комфортно, да, это в принципе приятная страна. И потом хочу Ксению дополнить, что второй раз приезжают за карточками ВНЖ не обязательно, то есть наши юристы могут отправить клиентов туда, в ту страну, в которой они на данный момент находятся. Окей, хорошо, значит, этот момент, я вижу, друзья, много вопросов, мы постараемся на все их сегодня ответить, просто, ну, в таком, условно говоря, неком хронологическом порядке. Давайте смотреть дальше, значит, с преимуществами, с базовыми моментами можно. Давайте, ну про Артем мы еще отдельно поговорим. Вот история про то, что нужно, хорошо, вот как с недвижимостью вся-таки история связана. Смотрите, я, да, я немножечко хотела, не будем возвращаться к предыдущему слайду. Ксения, в принципе, о нашей компании уже рассказала. Я просто хочу сказать, что у нас, как Ксения тоже сказала, уже у нас есть офис в Будапеште, который открыт очень давно, и в чем, скажем, преимущество, да, что у нас свой собственный штат юристов, юристы местные, которые знают местные законы, которые знают местные, скажем, вот эти моменты, да, как это все правильно делать, которые сопровождают наших клиентов при подаче обязательно, вот, и, в общем-то, это такое тоже преимущество. Если мы сейчас... Да, по недвижимости, один момент, я хочу еще уточнить одну историю, если мы под таким углом посмотрим. Недвижимость все равно же является, как я понимаю, обязательной в данном случае, хотя в законе это не прописано, но по факту это так. Да, все верно, Филипп. Значит, еще раз, в законе не прописано, в законе есть ссылка на особые условия. На сайте правительства, где были даны разъяснения, что же такое особые условия, одним из примеров было признано действиями особого значения, как-то там так сформулировано, где было признано, что покупка недвижимости в Будапеште на сумму 60 миллионов форентов, что соответствует 155 тысяч евро, будет приравниваться к действиям особого значения. Основываясь на этих факторах, юристы собирают файл, несколько раз пробовали, так всяк по-разному, и в итоге выработали алгоритм, о котором мы рассказываем. Вот мы сейчас как раз со Светланой подобрались к самому основному, это квалификационные требования. Я вижу вопросы, можно ли не в столице. Сейчас мы расскажем как раз, какие требования к недвижимости, и потом по шагам, по всем процессам пройдем. Что мы не осветим, мы потом по вопросам дополнительно ответим. Давайте. Если можно, тогда включаю слайд. Я понимаю, что действительно шрифт мелкий, может быть, не всем будет видно, но по поводу презентации, корректно, мы статью по итогам всем вышли, а вот именно презентацию, ну, правильно будет просто обратиться в компанию Art&Capital, контакты у нас в чате есть, просто обратитесь, они, думаю, не откажут. Извините, что прервал. Светлана, пожалуйста. Нет, нет, ничего страшного. Смотрите, как сказала Ксения, то здесь в законе не прописаны какие-то определенные требования к данной недвижимости. Это все алгоритмы, выработанные нашими юристами за несколько лет. То есть, скажем, мы официально объявили о данной возможности в НЖ Венгрии где-то в начале-середине апреля этого года, но до этого несколько лет наши юристы ее, так сказать, обкатывали, да, пробовали, поэтому у нас уже, несмотря на только-только, скажем, что это ВНЖ для нас такие новые, да, для россиян, у нас уже есть, скажем так, кейсы продления, потому что до этого мы уже несколько лет с ней работали, пробовали. Поэтому за это все время наши юристы выработали такой алгоритм, такие, скажем, требования, под которые мы, скажем так, берем клиента. Как сказала Ксения, минимальная сумма инвестиций должна составлять 56 миллионов форентов венгерских, что в эквиваленте 155 тысяч евро. Недвижимость должна обязательно находиться в Будапеште. Филипп, слышала, вы задали вопрос, что кто-то задал вопрос, можно ли где-то в другом месте. Теоретически можно, но мы все равно настаиваем все-таки на том, чтобы, скажем так, и вам, и нам. Это будет, скажем, соответствовать тем требованиям, которые выработали наши юристы. Дальше, следующий момент, это недвижимость должна быть... Уточню, Сергей, 155. То есть 155 и выше, и там уже нет принципиально. Да, 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 да. Все, что минимально. Все, понятно. Минимально 150. Окей, есть. Это не строго, да, да, да. Дальше, недвижимость должна быть обязательно готова к проживанию. То есть нельзя взять на каком-то этапе строительства, как, например, в других странах. Это уже должна быть готова либо сданный проект, либо это вторичное жилье. И здесь есть требования по площади. То есть минимум на человека жилой площади должно составлять 6 квадратных метров. Но всегда лучше брать с запасом. То есть если у вас большая семья, да, то лучше где-то брать там одну-две спальни и так далее. По семьей имеется в виду все, кто заявляется, умножаем минимум на 6, а может быть там лучше и побольше. 6 метров должна быть именно жилая площадь. То есть без учета балконов, коридоров, там, помещений общего назначения и так далее. Поэтому в любом случае чуть-чуть с запасом лучше взять. Ну, это, в принципе, требования можно выполнить. Ну, понятно. И хочу сказать сразу про состав семьи. Да, мы немножко пропустили в связи с вопросами, да, кто имеет право участвовать в заявке. То есть это главный заявитель супруг или супруга, дети до 18 лет. Дети старше 18 лет, которые учатся, находятся на иждивении родителей. Здесь какой-то лимит возраста, верхний потолок, он не указан. В принципе, здесь все очень индивидуально. Самое главное, чтобы этот ребенок учился, находился на иждивении родителей, не состоял в браке и не имел своих собственных детей. И также здесь могут участвовать родители. Родители супруга и родители супруги. То есть главного заявителя и супруга. Хочу еще один такой момент уточнить. Вот вы сказали, что недвижимость не может быть новой, строящейся. Строящейся, да. Когда я должен купить эту недвижимость? То есть играет ли роль ее возраст и время, ну, у меня 10 лет уже, собственно, 5 лет, год. Да. Смотрите. Да, давайте. Я понял. Давайте я так расскажу. Мы приходили клиенты, которые уже владеют недвижимостью. Недвижимость, вообще здесь и сама покупка недвижимости, это спойлер к программе, идет после того, как карточки ВНЖ уже на руках. То есть это огромное преимущество. Вообще мало где такое можно встретить. И приобрести недвижимость требуется в течение 90 дней после одобрения ВНЖ. При этом, если недвижимость уже вдруг куплена, срок покупки недвижимости должен был быть не более 90 дней до даты одобрения ВНЖ. То есть совсем 10 лет назад купленную недвижимость под эти цели использовать будет нельзя. Это тоже прописано в законе или это, скорее всего, тоже? Это в законе не прописано. Как мы вам говорили, в законе вообще нет отсылки к недвижимости, к ее стоимости, характеристикам и так далее. Это юридическое обоснование, трактовка, разъяснение правительства, которое оно давало на этот закон. Окей, хорошо. Светлана, продолжаем дальше. Вот по недвижимости, значит, это Будапешт. Хорошо. И то, что Ксения сказала, давайте немножко расшифруем. Если одно дело получение ВНЖ, другое дело покупка недвижимости. Как они тогда связаны? Кто тебя вообще тогда обязывает что-то покупать? Ну, хорошо. Сказал, что куплю, но не купил. И что? Ну, да, если бы это было все так просто. Смотрите, на самом деле при подаче заявления инвестор пишет, то есть заявитель заполняет форму, заполняет такую декларацию, обязательство, где он обязуется купить недвижимость. Как раз-таки на сумму минимальную 56 миллионов венгерских форентов в эквиваленте 155 тысяч евро. То есть в течение 90 дней со дня получения ВНЖ. Поэтому здесь, если он в течение этого срока, скажем, это условие не выполняет, то, ну, скорее всего, он лишится. И дай бог, если там не будет проблем потом в дальнейшем с получением меженгенских виз. Но здесь нужно тоже иметь в виду, что среди, то есть этот срок 90 дней, из него нужно вычитать 45 дней, потому что все клиенты, кто не является гражданами Венгрии, они все должны получать разрешение на покупку в муниципалитете. И поэтому здесь, скажем так, то есть уже на оформлении все остальные такие моменты с недвижимостью уже остается фактически там 45 дней. Нужно это тоже закладывать и начинать поиск недвижимости, может быть, там за две, за неделю, да, до предполагаемого выхода документов. Здесь мы уже там соединяемся с нашими партнерами, с нашим агентством, и они помогают в поиске недвижимости. Окей. Друзья, вижу вопросы. Вот обещаю еще раз ответим. Ответим, просто вернусь сейчас к некоторым вопросам, которые были чуть раньше. Хорошо. Предположим, покупку недвижимости давайте теперь отложим ненадолго в сторону, а другом. Что кроме покупки недвижимости? Вот тот процесс, который до подбора. Вот что происходит там, что я должен принести, зависит ли набор документов, тщательности проверки от того, вот хорошо, я гражданин России, а если я гражданин Украины, там, кстати, были некоторые вопросы тоже от граждан Украины, у нас сегодня довольно много их на вебинаре, что тоже очень приятно. Вот как это все работает? Пожалуйста. Смотрите, одним из преимуществ данной программы является то, что здесь нет никаких ограничений в национальности. Граждане России, Украины, не знаю, там, Ирака, любой страны абсолютно, здесь нет никаких, в этом законе нет никаких требований, никаких ограничений. Да, но я здесь тоже хочу добавить, извини, Света, что это не значит, что они берут кого, ну, вот просто всех. В любом случае, наша компания, прежде чем мы даже заключаем договор и какую-то предоплату берем за наши услуги, мы обязательно просим клиентов заполнить анкету QIC и проводим свой внутренний комплайнс. Внутренний комплайнс – это даже не просто WorldCheck по паспорту, это проверка по 14 базам данных, которыми работают визовые центры, финансовые институты. Соответственно, если мы понимаем, что у клиента есть риск-факторы, он под санкциями или его компаниями под санкциями, он имеет статус ПЭП, да, политически важная персона, есть судимости, есть какие-то другие проблемы, которые показывают риск, это стандартный риск. К сожалению, мы не сможем предложить какое-то решение, пока причины, увеличивающие риск-факторы, не устранены. То есть это стандартная история. Именно по национальности, как другие страны, Венгрия никого не блокирует. Но если есть какие-то риск-факторы, то здесь, как и везде, будет отказ. Значит, про документы. И вот сразу еще вопрос. Для получения ВНЖ, вы говорите, надо показать имеющиеся средства на счетах, какой размер средств, и в каких банках это надо делать по вашей практике. Мы можем открыть тогда в презентации как раз этот файл, по поводу документов здесь. Ну, требуемые документы, я думаю. Да, в принципе, по документам здесь, здесь вообще прям минимальный пакет документов. По банку ставим. По поводу… В каких банках. Да, в каких банках, смотрите. То есть так, как мы сказали с Ксенией в самом начале, что здесь идет получение ВНЖ фактически по двум обоснованиям. Первое – покупка дорогостоящей недвижимости в Будапеште. И второе – это частично как финансовая независимость. То есть здесь нужно будет заявителю показать свою финансовую состоятельность. Так вот, при подаче у него должно быть на счете на главного заявителя минимум 27 тысяч евро, на каждого зависимого члена семьи по 16 тысяч евро. Они могут все лежать на счете у основного заявителя. и могут находиться не только в зарубежных банках, но также в российских. Но самое главное требование, что банк должен быть не под санкцией. То есть это можно даже показать в рублях на рублевом счете. Ну, тоже вековаривание. Ну, видимо, с тем условием, что учитывая, какой сейчас замечательный курс евро, год назад все было в два раза по-другому. То есть это на самом деле… То есть это надо… Вот эта сумма должна лежать на какой момент? На какой момент подачи заявки? И нужна ли достаточно ли… На момент… Да, это на момент подачи заявки. Смотри, причем… То есть на момент подачи заявки у заявителя должны быть следующие суммы. Минимум 155 тысяч евро. Это на покупку недвижимости. И вот эти суммы как бы минимального проживания, да, 27 тысяч евро – это 16 на зависимых членов семьи. Причем 27, 16, 16 – это те суммы, которые можно будет тратить сразу же после подачи уже заявления. То есть они не заблокированы, они не должны какое-то время лежать на счете, никто это не проверяет. Давайте сразу тогда вот о чем переговорим. Ну, мы коснемся еще вопроса, собственно, о ваших услугах и дополнительных расходах, потому что это важный момент. Но вот оплата недвижимости… Хорошо, я приехал, я что-то подобрал. Как это, во-первых, происходит в вашем случае? Ну, то есть просто недвижимость в Венгрии, она, я просто по данным пряну могу сказать, она там растет в цене последний год, там, да, последние на несколько месяцев были месяцы и падения. То есть общие европейские тенденции для нее характерны, но недвижимость не особо венгерская так в тренде, да, она все-таки там в топ-10 никогда не входила. Об этом как это происходит, по вашей практике? Она не особо понятна для россиян, это правильно, да, то есть она не пользовалась никогда каким-то спросом, но вы правильно сказали, что недвижимость в Венгрии, особенно в Будапеште, она сейчас набирает обороты, да, популярность, потому что очень многие крупнейшие компании, они имеют свои базы в Будапеште, вот, ну, и сам Будапешт, он такой развивающийся город. Смотрите, когда, например, заявитель уже приехал, там, или за карточкой Венжи, или он получил ее в то место, где он находится, и потом приехал, да, там, на просмотр недвижимости, он, мы даем ему нашего агента, с которым он выбирает эту недвижимость. После того, как клиент выбрал недвижимость, нужно будет нести резервационный взнос в размере 10%, и дальше как раз-таки отправляются эти документы все в муниципалитет на получение одобрения на покупку. Вот, и в дальнейшем, скажем, заявитель уже может уехать и совершить весь процесс покупки полностью дистанционно, либо может опять-таки также приехать туда. Да, я здесь тоже хотела немножко дополнить, поскольку в 95% случаев это будет покупка вторички, да, поскольку, ну, все равно найти готовую достроенную первичку, когда у застройщика остался сток, еще может быть сложнее и дороже. Вторичный рынок, он достаточно емкий, поэтому здесь будет работа с местным брокером, который, вот, он работает только с недвижимостью Будапешта и с ее вторичным рынком. Кто покупал недвижимость на вторичке в России или где-то еще, знает, что это такое. Поэтому здесь это динамичный рынок, сегодня есть, завтра нет, но в любом случае, заранее мы присылаем подборки. Мы, кстати, сегодня собрали квартиры, которые мы готовили нашим клиентам вот в июле, ну, вот, они достаточно свежие, чтобы просто проиллюстрировать примерно, что сколько стоит, какой район и так далее. Давайте я сейчас прилистаю, может быть, ну, сейчас так это раз уже. Да, можно. Вот, то есть здесь, смотрите, что, как бы, наши брокеры, которым мы вообще, мы ими реально довольны, но они англоговорящие, здесь есть нюанс. То есть вторичку, ну, скорее всего, надо смотреть, хотя у нас есть кто удаленно покупать, но чаще смотрят. И здесь, соответственно, мы можем первичный какой-то обзор, квалификационные требования обсудить на Zoom, мы будем переводить, но при поездке наши сопровождающие, они англоговорящие, и тут, соответственно, вы, в принципе, мы здесь не наставим, вы можете самостоятельно купить недвижимость. Здесь тоже надо понимать, что если вы говорите, нет, у меня есть там свои риелторы, я вообще сам куплю, пожалуйста, нам важно получить от вас документы, которые юристы подложат в ваш кейс. Вот, но если вы хотите от нас рекомендации, то наши брокеры, соответственно, англоговорящие. Вот, здесь представлены варианты, давайте я прокомментирую. Например, вот эта квартира, она находится в седьмом районе, кто знает Будапешт, даже вот на Пряне есть статья, там описание районов, соответственно, седьмой район, это достаточно центральный район, здесь две спальни, она такая недостаточно новая, но достаточно чистый, приятный косметический ремонт. Эта квартира 61 метр, она стоит 183 тысячи евро, ну, то есть цены вообще приемлемые. Будапешт один из самых недорогих столиц. Да, да, поэтому, особенно многие клиенты, кто изучал рынок Кипра, да, каких-то других стран, они смотрят и говорят, ой, это, в принципе, приятно все звучит. При этом Будапешт прекрасный город, как вы знаете, это главная там здравница, у них вот эти курорты лечебные находятся, там такая комбинация старой доброй Европы, вмещает в себя как бы черты и Австрии, и Чехии, и так далее. Вот, значит, здесь квартира у нас тоже в седьмом районе, она 50 метров с двумя спальнями, но чуть-чуть поновее здесь ремонт. Так, какая-то здесь была моя любимая. А, это первый дистрикт, небольшая студия, но здесь вы видите супервид, прямо на собор, 210 тысяч евро. Здесь пятый дистрикт, самый известный район Будапешт, самый востребованный, 170, но это вообще 20 метров студия, но для тех, кто, например, делает ВНЖ на себя, им нужна квартира, какая-то база в Европе, приехать, взять лыжи и дальше поехать в Австрию на лыжах кататься, или дети прилетают. Это удобно, зато ты находишься в центре. То есть вот такие варианты, ну, что-то можно посмотреть, что-то, может, даже из этого еще актуально надо спрашивать. Вот здесь 252, здесь уже три спальни, но это уже другой вариант не вижу. Здесь просто хочу немножко дополнить, что, в принципе, нужно будет исходить из ваших собственных, скажем так, запросов и нужд, да, если можно так сказать. У нас есть некоторые клиенты, которым нужно просто под минимум, да, что-то такое, и они просто вот хотят минимальные инвестиции, вот, и чтобы подошло под их состав семьи. Есть у нас некоторые клиенты, которые хотят что-то иметь для себя, такое очень красивое, и, конечно, там предела по цене совершенно нету. Поэтому здесь мы вас передаем в руки своих надежных брокеров, как Ксения сказала, которые уже больше 20, по-моему, двух лет на рынке, да, и мы им доверяем просто как самим себе, и, в общем-то, у нас все клиенты им очень довольны. Так, давайте я несколько вопросов, они, может быть, немножко в разнобой, по разным темам. Можно ли показывать счет ИП, а не свой? Можно. Да, ИП подойдет. Супруг-супруга, это обязательство со свидетельством о регистрации брака или, может быть, устойчивый гражданский союз? Нет, это может быть гражданский союз, но самое главное, нужно показать, что вы именно живете, то есть это, может быть, какие-то счета, какие-то фотографии, в общем, что-то нужно доказать, что вы не только там познакомились. Я вот здесь добавлю, у меня был как раз такой кейс недавно по гражданскому браку, здесь достаточно строго проверяют, то есть просто вот сказать, это моя супруга, мы вместе квартиру снимаем, не подойдет. В идеале, чтобы это был общий счет, чтобы это была общая недвижимость в доле, это в идеале, ну, либо хотя бы вы оба прописаны в долгосрочном договоре аренды. Ну и, понятно, дополнительно совместные поездки и так далее, но это основное, если будут только поездки и там свежая аренда и нет детей, скорее всего, даже не возьмут юристы такой кейс. То есть здесь по гражданскому браку можно, но это должно быть реально так. Окей. Важный момент. Перевод средств. В Венгрии член НАТО, соответственно, недружественная страна. Как это осуществляется? Ну, в основном, ты придешь в российский банк, тебе, скорее всего, даже если он не подсанкционный, не переведут. Самый главный здесь момент, что у вас сделка купли-продажи происходит после того, как вы уже резидент Венгрии, то есть у вас есть ВНЖ. Это снимает ряд ограничений на подобные транзакции. Это первое. Второе. Как происходит перевод? Во-первых, это всегда индивидуально, потому что зависит от того, кто получатель и какой банк у получателя. Мы здесь больше упираемся, как верно заметили, в валютное законодательство, а даже не столько в юридические тонкости программы. Поэтому здесь нужно понимать, если это покупка на вторичке, мы уточняем у банка-получателя, какие у него есть требования, с какими корреспондентами он работает и так далее. И мы, конечно, рекомендуем. И на нашей практике платежи из зарубежных счетов, даже СНГ или там какие-то счеты, они проходят лучше. Но здесь, я думаю, все, кто работал с валютным контролем в последний год, знают, что это сегодня так, завтра по-другому. Это сложный вопрос. Это нужно будет быть готовым, что нужно будет поработать. В банке, вот, кстати, в Венгрии консульство, оно не просит документы на подтверждение средств, но банк вас запросит. Это понятно, да? Любой банк спросит, откуда деньги, соответственно, здесь нужно будет подготовить там какой-нибудь НДПЛ. Ну, обоснование это мы подскажем. Смотрим дальше. Можно ли купить коммерческую недвижимость, а не жилую? Или это должно быть именно жилье? Нет, коммерческая здесь не подойдет. Это обязательно должна быть жилая недвижимость и те требования, которые я рассказала ранее. После покупки есть ли какие-то моменты, связанные с жильем, с сдачей жилья в аренду? То же самое, как мы и говорили, официально сдать в аренду самостоятельно или через управляющую компанию, или купить уже там коммерческие жилые апартаменты нельзя. Это должна быть именно жилая недвижимость для собственного использования. Понятно, что, может быть, знаете, как аномантия, кто-нибудь там через соседей аккуратненько сдает, но это уже не в наших рамках, не в рамках нашей компетенции. Официально сдавать нельзя. Это должна быть вот ваша база. Следующий вопрос. Давайте пойдем по вопросам, потому что они так или иначе касаются всех тех нюансов, о которых мы и так собирались рассказать. Но потом просто еще вернемся, по слайдам пробежимся, может быть, что-то важное мы упустили. Вопрос. Можно ли купить студию и рассчитывать при этом на ВНЖ детям? То есть, это, видимо, вопрос ценовой. Здесь все зависит, как я уже говорила, от членов семьи. Да, конечно, есть минимальные требования, минимум 6 квадратных метров только жилой площади на человека, но смотря сколько детей, если у вас 4 человека, то все-таки лучше взять хотя бы минимум одну спальню. В принципе, по большому счету мы даже сможем подобрать какой-то более-менее минимальный бюджет, квартиру. Просто нам нужно подать эту заявку так, документы на квартиру с договором резервации, они подаются также на одобрение. Поэтому здесь уже иммиграционный комитет, он тоже будет одобрять эту недвижимость, поэтому здесь лучше взять все-таки побольше. Окей. Возможно ли покупка за наличные? Нет. Ну, это, собственно, такой универсальный вопрос. В Европе вообще с покупкой за наличными, да, во всем мире уже практически. Вот ключевой момент. Все-таки на каком основании дают ВНЖ, если недвижимость покупается после получения? Что является основанием? На основании вашего письма намерение ее купить плюс подтверждение финансовой независимости. То есть вы выполняете условия финансовой независимости и условия о том, что вы намереваетесь приобрести недвижимость, соответственно, выполнить там особые вот эти условия в течение 90 дней после одобрения. Если вы не выполните, будет аннулирована карта. Так, 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 сейчас, секунду одну. Давайте я сейчас просто еще, в начале еще было много вопросов, друзья, я прошу прощения. Так, вопрос, разрешает ли закон подаваться напрямую в Будапеште, минуя визу? Да, 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 я понимаю вопрос. Это как раз мы рассказывали про то, что мы получаем визу типа D, паспорт, а также можно подаваться напрямую в Будапеште. И, отвечая на вопрос, да, вы можете податься напрямую в Будапеште, это будет даже быстрее для вас. Есть, так, 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 после получения ВНЖ можно ли претендовать на гражданство? Да, отличный вопрос. Здесь тоже нужно сразу понимать всем клиентам, что этот тип ВНЖ, он не переходит ни в ПМЖ, ни в гражданство. Соответственно, если, ну, как в Венгрии, как и в любой практически европейской стране, претендовать на переход с временного вида на жительство на постоянное и на гражданство можно путем натурализации пополнять требования по проживанию, часто связанные со знанием языка, там и прочим, особенностями. В Венгрии тоже есть такие ВНЖ, по которым можно перейти на паспорт, но не поэтому. Соответственно, если вы понимаете, что ваша цель – это паспорт, этот тип ВНЖ вам не подойдет. Вы можете его сейчас сделать, например, познакомиться с Венгрией, как-то, ну, иметь там и недвижимость, и адрес, и так далее. А, допустим, через два года вы можете поменять основание ВНЖ, на какое-то другое перейти. То есть именно то, о чем мы говорим, он не конвертируется. Так, еще, ну, смотрите, есть несколько сразу вопросов. Давайте к этому уже тогда переходить. Так, 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 так. Если ВНЖ получено, откроет ли какой-нибудь банк счет покупателю недвижимости? Смотрите, это прекрасный тоже вопрос. Вообще, любые вопросы касательно, откроет ли банк счет, они не могут иметь однозначного ответа. Но шансы увеличиваются существенно, чем без ВНЖ, это однозначно, и не только в Венгрии. И в целом у нас есть практика, когда наши клиенты, это даже вот достаточно свежая практика, открывали счет в Венгрии и оплачивали недвижимость уже со своего счета в Венгрии. И, соответственно, счет в Венгрии пополняли там, я даже не знаю, откуда он пополнял, но это не важно. Вот, то есть это возможно. Но гарантировать вам, что проблемы у вас не будет в банке, мы тоже не можем. Каждый банк проводит свой комплайнс. Все зависит от вашего индивидуального пакета документов, какие у вас источники средств, чем они подтверждаются и так далее. То есть, как и везде, в общем, я думаю, Филип, вы тоже со мной согласитесь. Ну да, сейчас такие времена. Может ли спонсор оплатить недвижимость? Лучше, чтобы спонсор перевел деньги основному заявителю и платеж прошел напрямую. Нужно ли проживать после, видимо, уже после 183 дня и нужна ли страховка вот этот момент? Ну, сейчас, наверное, об этом тоже подробнее поговорить. Да, страховка нужна, она является одним из необходимых документов. Страховка самая обычная, в принципе, если нужно какое-то большее покрытие по услугам, то это уже выбирайте себе полис. Значит, что касается проживания. Требований по проживанию официально нету. То есть, вы можете продлиться через 5 лет на тот же срок, предоставив следующий документ. То есть, подтверждение финансовой независимости, подтверждение финансовой зависимости ваших членов семьи. Если у вас дети выросли, то там, соответственно, это тоже сложнее. И подтверждение того, что вы продолжаете владеть объектом недвижимости. Кстати, объект недвижимости в течение 5 лет можно поменять, но это тоже необходимо через юристов делать, чтобы они новый title deed переложили, да, свидетельство о собственности. Значит, также запрашивают подтверждение об отсутствии налоговых задолженностей. И на сегодняшний день, подчеркиваю тоже это, не запрашивают вообще подтверждение количества нахождения дней в стране. То есть, продлевают сейчас без проверки, сколько вы находились. Это, я знаю, вопрос самый бурный. Мы много про это обсуждали. Да, потому что информация о том, что не продлевают, ну, лишать такого не видела. Потому что не продлевают, ну, это как бы такая история вполне реально. Что сказать? Я вполне верю, что кому-то не продлевают, как и кому-то не одобряют, это 100% так. Потому что, как мы говорили, с чего мы начали. Это не программа «Золотая виза», где идешь по букве закона, в принципе, любой юрист плюс-минус может до финиша добраться, да, с определенной долей вероятности. Здесь, ну, немножко может быть, как даже как эксклюзив, да, наших юристов. То есть, это их ноу-хау. Поэтому любое продление – это в любом случае работа юристов. И все зависит от того, как они точно так же подали файл. И у нас, например, за последние даже два года, мы специально попросили статистику, у нас больше 150 продлений, и продлевает на тот же срок ни одного отказа. И по этим, за последние два года никто не запрашивал, сколько жили. Что будет через пять лет, мы не знаем, честно говорю. Ну, может быть, это поменяется, к этому тоже надо быть готовыми. Важный момент. 150 граждан никаких стран, потому что, знаете, я вполне предполагаю, что там для кого-то проще, для кого-то сложнее. Если мы говорим о россиянах, россиян метража истории или все-таки по-другому? Я честно скажу, россиян меньше. У нас россияне последние два года увлекались очень, в основном, Португалией, Грецией, какими-то ФНЛами, Кипром и так далее. У меня нет сейчас под рукой прям точной статистики по национальности. Поскольку операционный офис у нас в Дубае, мы много работаем с миддлэстом, но там, поверьте, проблем не меньше. Там и Пакистан, и Афганистан, и Судан, это уже Африка. В общем, и Сирия, там тоже очень много проблем. О ступерсанкционный Иран. Это все тоже... Давайте спрашиваю, так, россияне не ноль? Нет, нет, россияне не ноль, нет, конечно. Нет, не ноль, конечно. Просто я к тому, что у нас... Нет, мы не запросили, к сожалению, статистику по национальностям. Это мое предположение, что россиян не больше всех, просто из собственных наблюдений. Мы видим, какой спрос, работая в этой сфере, куда в основном был направлен спрос последние два года. Хорошо, давайте, значит, мы еще к вопросам вернемся. У нас, на самом деле, времени досталось не так много уж беседы, более оживленное. Мы еще хотели говорить не только о Венгрии, но думаю, что сегодня у нас в основном все-таки Венгрия будет... Да, давайте про Венгрию, если кто-то... Дальше, юридическое слово, преимущество понятно, про преимущество резидентства поговорили, про квалификационные требования, про требуемые документы поговорили, про инвестиции тоже. Давайте пару слов все-таки еще раз про стандартный процесс, по срокам и так далее. Смотрите, я уже говорила об этом. Если идет подача через получение визы ДН, то есть собираются документы, личная подача происходит в любом консульстве, где есть резидентская карта резидента страны, то есть любая. Если, допустим, совсем нету, то мы можем помочь, например, с Венгрии Дубая, так как Ксения сказала, у нас операционный офис находится в Дубае. И через 3-4 недели после получения визы Д идет подача документов уже в иммиграционный комитет Будапешта. Если есть шенгенская виза, это самый лучший вариант, это самый быстрый вариант. Идет уже непосредственно личная подача в Будапеште. Должна присутствовать вся семья обязательно, все заявители, все, кто указан в заявке, кроме детей до 6 лет. Все, кто старше 6 лет, должны обязательно присутствовать при подаче. И как раз таки в это время можно рассмотреть какую-то недвижимость. Но, как Ксения сказала, что по требованиям в основном это будет вся вторичная недвижимость, поэтому такой-то будет обзор предварительный, потому что рынок постоянно меняется. И через примерно 30-35 дней, когда будет готова карточка ВНЖ, заявитель может приехать в Будапешт либо получить эти карточки в том месте, где он проживает. Наши юристы все отправят. Ссылка на квестсайт, где прописан закон. Но я просто не уверен, что он у нас сейчас под рукой есть. Если есть сейчас по Кеням, если его нет, мы в статье, которая началась несколько дней, выйдет. Там, собственно, ссылку на этот закон опубликуем. Думаю, что он на венгерском, но для желающих, думаю, проблемы никакой не будет. У нас есть на руках этот закон. Есть ссылка на Legal Opinion. Так что не ссылка, у нас есть Legal Opinion документом, поэтому мы поделимся с удовольствием, конечно же, с нашими зрителями. И Филипп вам, наверное, уже отправляли его. Окей. Ну, просто под рукой сейчас нет. Да, да. Важнейший вопрос. Вот это Ирина, она спрашивает. И к этому давайте уже переходить. Этапы и гарантии. Я понимаю, что это вообще такой довольно деликатный вопрос. Я недавно, например, по Турции, которая относится к россиянам все равно куда более лояльно. Вот у нас просто целая дискуссия на одном вебинаре. Продлевают в АНЖ, не продлевают. А вот мне продлили, а вот мне не продлили. Ну, и, соответственно, человек склонен обобщать. То есть, если продлили, так значит всем продлевают. Если не продлили, значит никому не продлевают. Но, все-таки, вот этапы, расходы, гарантии. Давайте вот об этом поговорим. Тем более, что у нас тут тоже слайд уже есть. Пожалуйста, вот ваши услуги сколько стоят, сколько человеку придется заплатить дополнительно и так далее. Да, наша стоимость нашего сопровождения 30 тысяч евро по этой программе. Как я говорила, это дороже, чем аналогичные европейские программы, естественно. Но поскольку здесь, в общем-то, у нас есть некая уникальность в этой программе. Она дороже, юристы дороже и так далее. Плюс дополнительно нужно знать, что на этапе процессинг, да, то есть дополнительные пошлины за подачу заявления, дополнительные нотариальные расходы и прочие расходы, связанные с подачей на ВНЖ и его одобрением, это в сумме выйдет еще 30 тысяч евро. То есть к этим расходам нужно быть изначально готовыми. Естественно, будут расходы, связанные с приобретением недвижимости. Но, кстати, прежде всего, по поводу дороговизны этих 30 тысяч. Если, по сути, здесь получаете ВНЖ на 5 лет. И у меня даже клиент был, он сравнивал с Португалией, которую, как вы знаете, сейчас довольно долго одобрение ждать по ВНЖ там последнее время. И при этом ВНЖ даже по золотой визе выдается на 2 года. То есть 5-летний срок – это минимум 2 продления, которые платные, во-первых, юристы берут за продление ВНЖ португальского, плюс сама Португалия и заказочки берет. То есть так в сумме, если сложить и посравнивать, уже кажется, что не так уж и дорого. Поэтому, ну, относительно, конечно, для всех по-разному, мы поэтому тоже не скрываем эти суммы, мы не говорим там, вам потом напишем, пишите. Вот это, как есть, прозрачная, фиксированная цена, поэтому здесь такие расходы. Теперь, что касается недвижимости. Будет налог на покупку недвижимости, 4% от стоимости. И что хорошо, кстати, налога на владение в Венгрии нет. И вообще в Венгрии, кто рассматривает для себя переезд в Венгрию, да, в будущем, и я видела вопрос по поводу налогового резидентства. Налоговым резидентом вы не станете, если вы только ВНЖ получите, но если вы жить будете, то вы станете налоговым резидентом. И в Венгрии достаточно приятные налоги. Одна из самых низких ставок вообще в ЕС, поэтому можно рассмотреть это с этой точки зрения в том числе. Возвращаясь, значит... Простите, сразу вопрос, вот тут пришел 30 тысяч, это за каждого член? Нет, нет, это за заявку. За заявку. Да, за заявку. Обычно там на 4-х человек, если там очень много будет все родители и с одной стороны, и с другой стороны, то есть много взрослых, то, возможно, будет чуть-чуть выше. Это мы уже индивидуально пришлем. Вот. Но так это за заявку. Значит, возвращаясь к расходу, как я сказала, основное это 4% на недвижимость, плюс будет еще гербовый сбор, регистрационный сбор. Это уже, в принципе, не очень большие суммы, они там в пределах 500 долларов или там 0,1%, плюс-минус. Окей, хорошо. Давайте... Так, еще сейчас вопросы прилетают. А если надо одного человека, то есть разница между одним и... Нет, нет, это основное, это подготовка файла. Там все равно основные документы, анкеты, обоснования идет на основного заявителя. Дополнительные члены семьи, это уже, по сути, там спонсорские письма, что-то еще. А если очень много именно взрослых, когда нужно работать по подтверждению финансовой зависимости, то это может увеличить стоимость заявки. А так стандартно, в принципе, сильно не влияет. Ну, смотрите, мы практически час проговорили, я думаю, мы еще некоторое время все-таки наших экспертов задержим. С одной стороны, ну, подвести, как бы, условно говоря, некий итог. Я понимаю, что мы на очень многие вопросы не ответили. Все-таки есть еще один, когда мы говорим об иммиграционных программах и о посредничестве. Я просто, ну, мы с вами еще, Ксения, до вебинара с вами обсуждали этот вопрос. Вот эти суммы, которые еще там 30-30, ну, там, условно говоря, 4 года назад и темы для обсуждения это особого не было, потому что, ну, в Янгре очень мало кто интересовался. Но сейчас мы видим, что эти суммы, в общем, не маленькие. Давайте так. Несколько слов об этом и несколько слов о таком понятии, как гарантии, да, то есть, как бы, люди, ну, как бы хотят получить результат, да. Понятно, что если они сейчас бы обратились к вам, там, будучи, там, исключительно гражданами России, там, и захотели бы получить, там, в Антигуо или на Сан-Китсе, все, никаких бы шансов не было вообще, да. Если бы в Турции, ну, там, ну, она одна логика, в Египте вероятность другая. Вот если мы оцениваем Венгрию с этой точки зрения и вот сроки оплаты, как все это происходит и как не потерять свои деньги, это же вопрос, который еще многих вам... Конечно, Филипп, безусловно. Это очень важно и очень важно на старте понимать, оценивать все шансы и четко понимать весь процесс и все плюсы и минусы, которые встретятся на пути к программе. Потому что мы, никто, я думаю, из экспертов не любит разочарованных клиентов и клиентов, у которых как-то что-то они по-другому ожидали. Поэтому лучше вот на старте все точки надо и расставить. Значит, по стоимости, да, это не дешево, но, как вы знаете, на рынке каждая программа стоит по-разному. То есть мы знаем среднюю цену там на Португалию, мы знаем среднюю цену сопровождения на Карибы, мы знаем среднюю цену сопровождения на Мальтик, скажем, да, или в Черногории была. И в Черногории там она была выше стандартной, уже даже больше, чем сейчас по Венгрии, да, стоит это ВНЖ. А на Мальти и того выше, то есть там под 100 тысяч можно найти, сопровождение. А там Турция, к примеру, там 10 и меньше, да, то есть здесь есть определенная себестоимость программы, которая складывается из объема работы и квалификации, да, работающих. Поэтому мы про это изначально и говорим, что да, это не дешево, но тоже надо понимать, что ВНЖ на 5 лет быстро и там, ну вот, с определенными плюсами. Кому подходит это, что да, он не конвертируется, какие минусы? Не конвертируется в гражданство и недвижимость нельзя извлекать из нее прибыль, сдавать там или как-то там, чтобы она была, например, в строительство вложиться, чтобы она подросла в цене. То есть вот эти минусы, если вы к ним готовы, то в принципе вариант отлично. Стоит ли он этих денег каждому решать, да, для кого-то это нормально, для кого-то это из ряда вон стоимость. Здесь уже, как говорится, мы тоже не можем судить. По поводу гарантии. Понятно, мы гарантии не прописываем. Здесь есть определенные, у нас, сразу скажу, у нас на нашей практике отказов не было. Ну, возможно, это не очень большая статистика. Выборка, да. Да, не очень большая выборка. Поэтому мы в любом случае предупреждаем о риск-факторах. Значит, первый риск-фактор, все, точнее, риск-факторы, связанные с непрохождением KYC, то есть вы заполняете анкету, если там всплывают риски, мы, к сожалению, работать не сможем, потому что потом откажут, будут проблемы, да, это никому не нужно. Плюс следующий риск, как если, например, инвестор подается на визу D в посольстве, ему могут задать вопросы, то есть там может быть интервью, может его и не быть, могут спросить, какие планы на Венгрию из серии, да, могут спросить чуть побольше, там, а почему вы выбрали Венгрию? Если, и здесь тоже, как и на собеседованиях на любую визу, да, условно говоря, нужно быть в каком-то общем настрое о том, что вам Венгрия интересна сама по себе, а не потому, что больше ничего не работает, да, и у вас какие-то есть к ней вообще намерения, интересы, и вот уже там почти созревшая любовь, ну, естественно, намерение инвестировать, купить недвижимость для себя, это нужно подтвердить. Если клиент придет и скажет, я вообще не знаю, меня жена отправила, да, ну, к примеру, возможно, мы откажем, да, но это же тоже человеческий фактор. Поэтому вот всякие такие тонкости, они, естественно, какие-то риски несут, но в целом у нас даже большинства клиентов вообще ничего не спрашивают. У меня клиентка готовилась, там уже историю в Венгрии изучила, просто сам к своей биографии привязала и была очень расстроена, расчарована, что ничего не спросили, говорит, ну, как бы так, я вот готовилась. Поэтому такая история. Но в целом здесь реальный плюс, что это не то, что вот мы подали куда-нибудь и полтора года ждем. все знают, что такое бывает, да, в наше время. И вообще непонятно, рассматривать там, не рассматривать, все ли окей. Здесь все быстро. И у нас даже были претензии, что клиент получал одобрение, у него срок пошел на покупку недвижимости, у него планы другие были. Слишком быстро. Ну, и такое мы тоже слышим. Вот. вот все, что мы можем сказать. Окей. Еще один вопрос важный. Я понимаю, что не на все вопросы так легко в этой сфере сейчас отвечать публично, но тем не менее. Вот отказы и отзывы ВНЖ. Ну, то есть, например, понятно, для граждан России, Белоруссии, например, там, то, что происходит сейчас в Латвии, в Литве, это шок. Понятны причины тут вообще, там обсуждать и говорить о какой-то моральной стороне вообще не приходится. Вот как есть, так есть, но люди с этим сталкиваются. Когда мы говорим в общем, это можно анализировать, это политическая история. Когда мы говорим конкретно, это конкретная судьба конкретного человека. И вот вот этот вопрос, как вы сейчас видите, как вы его оцениваете, что вы тут можете сказать? Здесь вы правильно сделали дисклеймер. То есть, мы можем анализировать риски, стараться анализировать общие какие-то настроения, тренды и тенденции, но, как вы знаете, они тоже меняются. Например, мы можем говорить, что в настоящее время в Венгрии достаточно дружественная даже Россия, в целом, как бы правительная политика, насколько это возможно, да, в заданных обстоятельствах, в сравнении с теми же прибалтийскими странами. И поэтому здесь тенденция пока что положительная. То есть, на настоящий момент никаких ограничений, притеснений, ничего такого мы не наблюдаем. Может ли что-то поменяться? Вообще, просто запросто. Может поменяться, поменяется правительство, что-то произойдет, тем более, там, в течение пяти лет, вообще, мы последние пять лет, вот если вспомнить, что было пять лет назад, кто мог предположить, в какую точку мы придем, да, поэтому мы, может быть, мы можем не знать, может Евросоюз развалится, ну, вообще, мы не знаем, что будет через пять лет. Поэтому, есть ли здесь риски? Есть они. Учитывая политическую ситуацию и прочие факторы, они достаточно большие. Но, они есть везде. Здесь нужно их принимать и брать на себя ответственность за это решение. Но, в любом случае, ответственность придется брать. Что мы можем дать? дать статистику, информацию, вот все, что мы можем дать, чтобы вам легче было проанализировать, мы все дадим. Буквально, пара вопросов, еще уточняющих. На каком основании документы в Будапеште примут, минуя консульство Венгрии? На основании тех документов, которые мы готовим. Там будет доверенность, там будет анкета и так далее. Так. Еще, давайте все-таки подключаем. Ваш сайт... Так, Филипп. Филипп, есть. Да, я вижу небольшие проблемы со связью. Сейчас я попробую найти этот вопрос. Ваши услуги оплачиваются в рублях, услуги оплачиваются в долларах, платеж будет на Дубае. Если уже есть ВНЖ европейские страны, можно ли получить ВНЖ Венгрии? Отдельно надо смотреть, какая страна выдала ВНЖ, на каком основании, когда истекает и так далее. Это посмотрим, мы присылайте. У нас такие были кейсы. Так. Филипп, я пыталась найти вопрос, который вы нашли. Здесь что-то со звуком было. Сейчас меня слышно? Да, 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 слышно. Давайте еще несколько вопросов. Так, отзывы о работе вашей компании и сайт у вас. Потому что мы электронную почту переводим. Сайт у вас русскоязычный есть или у вас на Арзенкепталтон? Он есть переведенный, которую ссылку прислали. Есть на английском. Поскольку компания наша в основном работала на англоязычных рынках, то мы даже переведенный сайт не так давно сделали. Вообще компания Арзенкепталт работала в России больше как B2B агент. И мы сами со Светланой и с компанией познакомились, когда продавали через них заявки на Черногорию. Ну так, честно, если. Вот. Поэтому это было больше B2B работа. Вот. Но в настоящее время мы развиваем и B2C, в том числе у нас есть офис, сотрудники. Соответственно, можете всегда прийти, пообщаться, посмотреть. Все расскажем про нас, покажем. Отзывов... Я, если честно, даже не знаю, может быть, есть отзывы, надо посмотреть на английском. Ну, я просто люблю, честно скажу, я не очень доверяю отзывам на как бы официальных сайтах. Я больше люблю всегда смотреть отзывы. Да. Что пишут в интернете, тут уж, ну так, знаете. Нет, я имею в виду, что в Гугле на английском, я думаю, отзывы есть. Но это вопрос к маркетингу, я, если честно, не проверяла. Так, дальше смотрю. Можно ли купить недвижимость в доле с гражданином в Венгрии? Не знаю, зачем, но как бы вопрос такой. Нет, недвижимость должна быть полностью во владении. Так, поэтому в ВНЖ работать нельзя. Получив этот ВНЖ, можно ли открыть компанию, быть ее владельцем, но работать в ней будут другие люди? Открывает ли этот доступ? Это хороший вопрос, но вообще позиция юристов, что нельзя. открывать компанию. И работать по-найму нельзя открывать компанию в том числе. Мы, если честно, с ними очень спорим по этому поводу, потому что на нашей практике, ну, по крайней мере, там до всех событий можно было открыть компанию в некоторых европейских странах вообще без ВНЖ, но юристы говорят, что в Венгрии сейчас-то не работает и рассчитывать на это не стоит. Окей. Ну и тогда я еще один вопрос уже задам, наверное, такой общий, но поскольку вы здесь работаете, и говорите с несколькими странами, да, два вопроса. Первый вопрос по вот тем, ну, это все равно вопрос доверия, да, то есть как бы особенно в текущих условиях, особенно иммиграционный. Если мы говорим о вот там ваших последних кейсах, последний, ну, успешный кейс, крайне успешный кейс, вот он когда был с россиянином, это июль, июнь, весна, как это? Да нет, это каждый день. Прошлая неделя. Да, это даже неделя. Как раз пик вот первых заявок у нас пришелся, как закрылась гренада, да, то есть в апреле началось, и там в мае и так далее мы принимаем, и соответственно уже все, те, кто были первыми, они все одобрены, там половина уже недвижимость купила, кто-то там выбирает, в общем, они приходят регулярно, карточки, и у нас есть там, точно мы знаем по датам, когда подали, когда визу получили, когда одобрение пришло, и все, в общем, у нас сейчас это просто вот на столе, что говорилось. Окей, следующий вопрос, он был в начале, уже относился, ну, не совсем к этой программе, но именно к Венгрии, из Закарпаттии, этнические венгры, вы можете, вы оказываете какие-то услуги, вот, ну, тем, кто по таким критериям хочет получить в Анжеле? К сожалению, мы не занимаемся вот всеми репатрационными и прочими основаниями, мы конкретно, я думаю, возможно, там что-то есть, но мы здесь не посоветуем. Понял. Можно ли купить квартиру на супружескую пару и оформить долевую собственность? Нет, должна быть собственность у основного заявителя. Понял. Ну, и тогда вот тот вопрос, с которым я хотел начать, вы работаете сейчас с разными программами, вот вы сказали, что, ну, Гренада, который оставался последней, для граждан России, Белоруссии, с 1 апреля, в этом смысле был не день смеха программы, не работает, программа гражданства, какие, ну, реально есть альтернативы, вот если про место Венгрии формально вы сказали и табличку мы показывали, с точки зрения количества запросов, это тоже в основном какой-то, скажем, там тоже есть определенная логика, то есть, куда люди идут, то есть, человек же очень четко чувствует, что более популярно, вообще Венгрия, она там, насколько популярна, если с Кипром ее сравнить, если ее сравнить, там с Турцией сейчас. Да, с удовольствием отвечу, в общем, так, чтобы перечислить на пальцы одной руки, мне хватит, какие сейчас есть альтернативы, которыми мы занимаемся, помимо Венгрии в Евросоюзе, это Кипр, всяким, есть, в принципе, работающие ФНЛ, но мы не делаем это, то есть, мы вас отдадим коллегам, сами мы ФНЛ не делаем, да, это виза финансов. Финансов, виза финансов, да, там Италия, Банкс, да, соответственно, работает Кипр, губулентно, там все очень динамично, но те, кто, в принципе, готов, можно даже и Португалию, грубо говоря, еще успеть, там, вы знаете, сейчас рассматривается у президента на столе уже закон об этих изменениях, вот там, типа, месяц есть ему принять, ну, то есть, это вот для азартных людей, либо у кого уже там все было на низком старте. Значит, если сравнивать эти три программы, конечно, как только объявили изменения по Португалии, спрос моментально упал, он уже падал, потому что очень затягивались сроки и после биометрии, и все, очень много продавали мы Португалию в 21-м году и в 22-м, в основном в 21-м, и спрос, конечно, упал по Португалию. Если сравнивать с Кипром, Кипр хорошо себя чувствует, он традиционно русский, его любят, его знают, там очень хорошая недвижимость, и даже несмотря на отсутствие шенгена, Кипр привлекает инвесторов, кто только недвижимость смотрит, кто релацирует бизнес, кто, может быть, и переезжать планирует, то есть Кипр себя чувствует стабильно на сегодняшний день. Значит, если не ЕС, какие есть варианты, это, естественно, Турция, это вот, мы, к сожалению, Египтом не занимаемся, там прочими работающими, историями, у нас, для нас это единственная рабочая паспортная программа, это Турция. Турцию мы знаем очень хорошо, я сама жила там почти год в Стамбуле недавно, и мы работаем тоже напрямую со всеми основными рынками Турции, это Стамбул, Наталья, Аланья, Бодру, и знаем этот рынок, его звездный час был в прошлом году. В прошлом году все гремело, звенело, даже когда только повысилось 250, это 400, все равно как-то вот на прошлых еще парах Турцию брали. Сейчас спрос снизился, и в курортных локациях, хотя сезон, и людей очень много, берут меньше, чем в прошлом году, потому что, в принципе, там много событий, и выборы прошли, и лира очень волатильна, естественно, землетрясения тоже как-то напрягали людей, хотя они, естественно, совсем в других локациях происходили, то есть, и плюс идут разговоры о повышении порога входа в Турцию, то есть здесь рынок так немножко сейчас стабилизируется в Турции, но исходя из того, что это последняя именно паспортная программа, и она может быть мостиком к каким-то дальнейшим вашим планам, да, это нужно уже иммиграционное планирование проводить, плюс там достаточно все равно все просто по проверкам, там огромный выбор, открытый рынок, что угодно, у нас 8 стратегий инвестирования по Турции прописано, поэтому мы здесь можем под разные идеи, под разные риск-профили инвесторам предложить варианты. Все равно программа это спросом пользуется. Есть работающая программа EB5, это кто хочет грин-карту в Штаты, у нас, если честно, тоже спрос сейчас не на пике на этой программе, бывали у нее лучшие времена, но это мы, все равно зависит, кто как рекламирует, да, и так далее. Поэтому, но программа все равно для тех, кто хочет поехать в Америку, для кого есть планы, образовывать там детей, или иметь доступ, понятно, там выходить на паспорт США, это самый гарантированный и, в принципе, перспективный вариант. Да, он не дешевый, но там полный возврат средств, в принципе, программа очень простая, для клиента, для юриста, очень сложная. Вот, ну, она работает, как иронично, да, все закрыли, в США нормально все работает. Вот, так что, понятно, все зависит от файла клиента, там нужно все подтверждать по источнику, если вы уверены в своем файле, хотите грин-карту, программа супер. Вот, в принципе, все. И, подводя итог, исходя из того, что я перечислила, в Венгрии на сегодняшний день у нашей компании самая популярная программа среди, вот, как бы, русскоязычной команды. Если мы возьмем, понятно, там все равно остаются в Карибы, вот, но так и для нас, для русскоязычной команды это Венгрия. Окей, ну, и тогда, наверное, самый последний вопрос я задам, объединю два. Есть ли требования по возрасту к родителям? И вот сейчас только что пришел вопрос, даже в чате еще он не появился, кого можно брать в программу? Вот, просто есть утверждение, что нельзя родителей, а детей только до 18 лет. Вот, вот вопрос появился. Нет, нет, это не так. Возраста прописанного нет, желательно, чтобы это был официальный пенсионный возраст, желательно. Но дальше все, по сути, в рамках здравого смысла. Если вы реально содержите своих родителей, не дай бог они болеют, там, если они живут с вами, то здесь, пожалуйста, вы их присоединяйте, это подойдет. Если на самом деле родители обеспечивают всю семью, там, всех братьев-племянников, это их деньги, и просто мы хотим так перевернуть заявку, потому что дети уже взрослые, так не подойдет, к сожалению. Поэтому здесь в рамках здравого смысла все работает. Точно так же и с детьми, которые старше 18 лет. Окей. Ну что ж, друзья, я на самом деле считаю, что мы вполне плодотворно сегодня протрудились, и дальше, я уже думаю, правильнее будет всем, кто заинтересовался и конкретной программой, и вообще экспертизой компании Airtan Capital. Рекомендую просто уже начать общаться напрямую. Если кому-то интересуют какие-то части вебинара, мы видео выложим в самое ближайшее время. Если говорить о статье, всегда говорю, что выложим вот-вот, но мы в последнее время долго пишем статьи, очень долго. Спасибо большое. Ксения Грищенко, вице-президент Airtan Capital, Светлана Томпсон, иммиграционный эксперт Airtan Capital. Я хочу просто еще сказать, что в ближайшее время у нас есть план вебинаров, в ближайшее время мы его выложим. Те вебинары, которые... Ну, сейчас по иммиграции такое время, что очень многие, кто жил в определенном месте, сейчас по каким-то причинам, даже странно по каким, хотят переехать. И я рад, что есть компании, которые в этом помогают. Да, это непросто, да, это недешево, да, здесь есть очень много всяких но, но Владимир Познер, да, говорил, такие времена. Спасибо большое, Ксения, спасибо большое, Светлана. Спасибо, Филипп, спасибо зрителям за вопросы. Сейчас буду смотреть, списал ли мне кто-нибудь в WhatsApp, всем ответим. Спасибо. Давайте напрямую, кому интересно, можете общаться, с отчетом вебинаре обязательно вам пришлем. До свидания. Спасибо, до встречи. Всем мир и безопасность, это самое главное сейчас, очень важно, для всех, для всех, всех, всех. Спасибо вам, удачи, до свидания. До свидания.